Отлично, тепло, значит можем начинать. Всем привет, зрители, с вами Ингорь, и добро пожаловать на очередное видео, конечно же, а также на нашу ежемесячную рубрику под названием «Вопрос-ответ». В этой рубрике я отвечаю на ваши, конечно же, вопросы раз в месяц, конечно же, но если мы будем каждый, скажем так, день, неделю отвечать, просто будет неинтересно. Когда она выпускается раз в месяц, это уже, ну, не знаю, поинтереснее, что ли. Таким образом хочется снова эту рубрику видеть и так далее. Надеюсь, это действительно хороший ход с моей стороны. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, вы, конечно же, написали немало вопросов, большое спасибо, конечно же. Отвечу также на старые вопросы, они у меня уже подготовлены, ну и также на новые, их имеется достаточно. В общем, вот такая у меня атмосфера, мы сидим у костра, конечно же, как-то хочется что-то по-новому, не хочется, там, не знаю, какой-то фон вешать, сидеть на фоне, там, дивана и так далее. А на фоне костра, я думаю, это очень даже круто, прикольно, уютно, атмосферно и тепло. Тем более сейчас, как бы, не везде тепло, где-то холодно, где-то снежно, а вот когда ты у костра сидишь, сразу тебе и хорошо. Здесь вы такую идею поддержите, и, может быть, тогда придется мне почаще делать такие подобные вещи, то есть почаще тогда, может быть, сидеть на фоне чего-то, и если действительно все зайдет, понравится, тогда будем продолжать так делать. А теперь давайте тогда начнем отвечать на ваши вопросы, они у меня уже здесь, в телефончике, все написано, подготовлено, так что тогда не буду мусолить, начиная, приятного просмотра. Итак, первые вопросы от Егора Шмелева, конечно же, которые были заданы когда? Правильно, 4 недели назад. Очуметь, соглашусь. И тут я вижу вопросов аж 15 штук, но постараемся ответить быстро, как, например, как Блиц-вопросы, да, то есть со скоростью света. Так, Блиц, а, так тут так и написано, тебе нужно выбрать одно из двух. Это верно, но еще нужно было написать, что со скоростью света, потому что Блиц на то и Блиц. В общем, Байкал или Чукотка? Я не знаю, я как бы и там, и там не был, но, не знаю, наверное, Байкал, пусть будет так. Человек и Закон на Первом Канале или Тайный Чапман на РЕН-ТВ? Наверное, Тайный Чапман. Я как-то смотрел по РЕН-ТВ, оставлю вот это. Мак АОС или Windows? Windows, персупенство. Университет или лицей? Ух ты ж, я как бы и там, и там не учился, я до Сюдова как бы не дошел, поэтому, скажем, оставим среднюю школу, вот это вот средняя. Давайте так. Дальше, Ивангай или А4? Ингвар Плей. Дальше, Шоколад или Сладости? Няшки. Jetix или Fox Kids? Я смотрел, конечно же, Jetix, поэтому выберу его. Предоконы или Диноботы? Ух ты ж, ну давай-ка выберу Диноботов, потому что как-то, не знаю, я больше с ними как бы знакомый, что ли, видел чаще. А предоконы хоть мы, да, видели в Beast Wars, да и в Prime, мультериале, ну как-то Диноботы что ли ближе. Путин или Медведин? Ну тут единственный ответ может быть Путин, конечно же. Дальше. Однажды в России или наша Раша? Россия. Затем ТВ или Радио? Русское Радио, в общем, как бы, вопрос с подвохом. Как бы и там, и там, в целом-то интересно. Радио я не часто слушаю, наверное, тогда выберу телевидение. В общем, ТВ. Кафе или ресторан? Ну, конечно, это имелось, наверное, в виду, куда я чаще, наверное, хожу, куда я бы хотел, наверное, ходить или что-то такое, но я и там, и там особо не бываю, поэтому выберу домашнюю кухню. Молния МакКуин или Джефф Карвет? Конечно же, Молния МакКуин, качау. Дальше. Макдональдс или Киев Си? Пожалуй, выберу, знаете что? Мясо выберу. Дальше. Еда дома или еда в столовой? Пожалуй, еда дома, хотя в столовой тоже бывает хорошо, но выберу домашнюю кухню. В общем, вот такой блиц-опрос от тебя, очень крутой, прикольный, спасибо. Давайте отвечать дальше. Так, еще один вопрос, который месяц назад был задан. Очуметь. Антон Дар спрашивает меня. А ты смотришь каналы подписчиков, которым ты помогал? Тут, конечно, вопрос такой, с одной стороны, и хитрый, с другой стороны, обычный, но я думаю, не зря, что я вот этот вопрос оставил на видео, а не просто лично ему ответил, потому что я хочу, чтобы все услышали и поняли. Как бы я не против смотреть, например, видео того-то подписчика, того-то, того-то и того-то и так далее. Я, честно, не против. Но просто я буду просто-напросто не успевать смотреть, допустим, все видео от подписчиков. Я не буду смотреть то, что я обычно смотрю. Я не буду успевать, например, вообще то, что я всегда делал. И получается, я должен только жить, что ли, в Ютубе, в интернете. Это неграмотно. Если, например, отборочным образом смотреть, вот, например, некоторых подписчиков, которые тебе понравились, я иногда так делаю. Я смотрю иногда некоторых подписчиков. Честно, иногда смотришь, блин, прикольно, интересно. Может, там ничего такого, вау, такого нету, но мне как-то хочется его, что ли, посмотреть иногда. Такое у меня есть. Я иногда смотрю, поглядываю. Это уж прикольно. Тем, которым помогал, тоже, как бы, но можно, с одной стороны, смотреть на постоянной основе, но не всегда получается. Я иногда поглядываю, а чаще всего я не смотрю, потому что, ну, просто-напросто я не успеваю. Я готов отвечать на самые свежие и новые вопросы, конечно же. Это под постом, если что. И тут достаточно много вопросов. И также скажу, что, ёшкин кот, там написано не вот столечко, там написано не вот столечко. Там вот столечко написано, и с одной стороны это прикольно и круто, а с другой стороны успеем. Надо постараться. В общем, начинаем. Итак, начнём, пожалуй, мы с такого подписчика, которого зовут Никита Шокита. Он у меня спросил достаточно вопросов, так что давайте, наверное, тогда отвечать. Первый вопрос. Ты бы хотел увидеть Матфлапа в дальнейших фильмах о трансформерах? Может быть, с одной стороны и да, а с другой стороны, как бы, ну, хватило их эскидса во втором фильме. Они, честно, там себя, ну, в целом-то проявили, и я думаю, на этом-то и достаточно. Дальше. Второй вопрос. Почему Бамблби знаю, что он достоин должности выше, чем разведчик, но всегда, кто его спросит, говорит, я разведчик и не больше. Я вижу, тут немножечко и с ошибками написано, поэтому, возможно, что-то, чего-то я до конца не допонял, но суть вроде бы уловил. Ну, не знаю, может быть, ему, не знаю, рано ещё что-ли быть больше, чем, не знаю, обычным каким-то там трансформером, разведчиком и так далее. Хотя мы, например, в трилогии «Война за Кибертрон» видели, что Бамблби уже действительно себя, ну, проявлял как лидер, что ли, практически, да, давал указания. В фильме мы такого не получили, может быть, как бы это потому, что фильм, как бы, ну, есть оптимус, куда ещё какой-то тут главный. Третий вопрос, как я понял, хотел бы я видеть ли Майкла Бэя в роли, опять, как бы, главного, который снимает фильмы трансформеров, то есть, как и когда-то он делал. Может быть, и да, посмотрел бы лично его фильм, его видение, можно, но только, чтобы действительно получилось очень даже хорошо, как, например, третий фильм, первый, но никак не пятый. То есть, я был бы, наверное, не против. Затем другой вопрос. Разве не хочешь увидеть альтмод «Кибертрона», «Шаттер» и «Дропкика»? Вроде бы «Шаттер» и «Дропкика» мы видели альтмод, а получается, здесь нужно ответить на вопрос, как бы, про «Кибертрон». Наверное, можно было бы посмотреть, как в фильме у нас «Кибертрон» выглядел бы в виде робота. Наверное, было бы очень круто. Затем, другие вопросы с твоей стороны. Очень много написано, ну, ладно. Ты бы хотел, чтобы, если все-таки Бэй решит сделать финал истории своих фильмов по «Трансформерам», то чтобы там появились Сэм и Кейт и работали вместе. Кейт – это у нас героиня из третьего фильма, да, если не ошибаюсь, потому что я, честно, ее имя не помню. Я как-то смотрю, что там у нас не Меган Фокс, а я такой, как бы, немножко, честно, расстроился. Могла бы закончить эту трилогию, но что-то там не вышло. В общем, наверное, я бы, да, был бы не против, если бы Майкл Бэй бы еще вернулся, бы, снял бы свой бы фильм, там бы был бы Сэм, там, например, еще какие-то были герои из тех самых первых фильмов, и на этом история закончилась. Я бы, наверное, тоже был бы не против. Всем другой вопрос. Знал ли я, что «Оптимус» в фильме «Восхождение зверя робота» впечатал «Стенную Скёрджа» не из-за того, что там погоня и что-то еще, а, вероятно, как он думает, как ты думаешь, получается, из-за того, что он убил ультрамагнуса. То есть ты имеешь в виду, что ультрамагнус будет в этом фильме «Восхождение зверя робота», который выйдет в следующем году, летом. Как мне кажется, этого героя ультрамагнуса в этом фильме не будет, это просто догадки, слухи. Но, может быть, идея неплохая, но там, видимо, совершенно другая будет история, и он по какой-то другой причине его впечатает в стены. Затем другой вопрос. Ты мечтаешь увидеть Николаса Кейджа снова в роли призрачного гонщика? Я даже и не знал, кто кого снимал, кто кем был, поэтому здесь я, пожалуй, скажу, как бы, если вернется, будет неплохо. Ну и другие вопросы, а точнее, последний с твоей стороны. Последний вопрос. Как Мираж и Сайтсвайр поняли, что Бамблби и Сэму нужна помощь, и почему именно они приехали? Так, Мираж и Сайтсвайр, это ты про третий фильм имеешь в виду, где сценка, видимо, с Sentinel Prime, где потом там будет битва, битва потом с Харленхайдом и так далее. Так, как бы, я не знаю, тут честно, с одной стороны, как бы, можно ответить просто сценарий, а если размышляют, то с другой стороны, может быть, не знаю, они как, что ли, подобные в том плане, что тоже, как такие, как разведчики и неразведчики, поэтому, может быть так. Теперь, следующий подписчик спрашивает меня, с кем я живу? Я уже, вроде бы, на этот вопрос отвечал не раз, с родителями живу, в целом-то, вмещаемся вроде нормально. Ну, и второй вопрос своей стороны, конечно же, почему тебя заинтересовали трансформеры? Честно, вот, не знаю, вот, как-то, вот, не знаю, случайно, что ли, чем-то они понравились, хотя, с другой стороны, это, правда, что-то прикольное, необычное, то есть, казалось бы, просто робот какой-то, а он имеет пушки, он еще и там разговаривает, выделывает что-то, еще и трансформируется в машину, а если мы посмотрим его трансформацию, как, например, в фильмах, так это вообще что-то нечто, а еще имеется много мультиков, историй, начинаешь понимать, там, какие-то есть, праймы, какие-то, там, не знаю, создатели, какие-то планеты, какие-то корабли и так далее, и понимаешь, что это что-то серьезное, масштабное, офигенное, крутое, что, не знаю, лучше какого-то, там, другого мультика, фильм, каких-то сериалов и так далее, то есть, поэтому, наверное, меня заинтересовали, ну и просто, не знаю, что-то в них увидел, начал интересоваться, и в итоге все, я фанатей и фанатей. И в целом-то, наверное, я в будущем подготовлю видео, где расскажу, как я познакомился с трансформерами, когда это примерно произошло, почему начал интересоваться и так далее, наверное, я в будущем такое подобное видео сделаю. Если хотите, то пишите, я сразу буду понимать, что нужно действительно сделать. Затем, Гриша Ильин спрашивает меня, когда будет кинокос? Честно, я бы хотел бы делать на него реакции как можно чаще, допустим, может быть, там, не знаю, раз в неделю, но не получается. То есть, получается как? Я создаю, например, график расписания своих видео, например, на эту неделю, потом я одновременно создаю графики на следующую неделю и на третью. То есть, получается, я делаю график на три недели вперед, то есть, получается, если так смотреть по моему графику, это получается 15 видео. То есть, 15 видео наперед уже в целом-то относительно начинают постепенно готовиться, сниматься, монтироваться, делать и так далее, и получается, что хочется что-то еще впендюрить, а ты уже не можешь, потому что ты уже как бы подтвердил свой график. А если ты начнёшь всё менять, здесь переделать, менять местами, то получается такой дурдом, и когда у меня такое происходило, что, а вот это надо перенести, тут я что-то хочу добавить, тут поменять, и я потом не знал, как вообще, чего делать дальше, как снимать, куда чего, поэтому как бы я уже вот запланировал, всё, ничего не меняю, и в редких случаях только меня, потому что там действительно, ну, нужно. Но потом получается всё очень даже неплохо и нормально. Как здесь быть, я не знаю, как мне сделать так, что реакция на Кенокоса выходила каждую неделю, я честно не знаю пока что, как сделать, потому что всё заранее я делаю, планирую, и про подобное, что ли, вспоминаю в последний момент, но надо как-то постараться, честно, почаще, что ли, выкладывать, но с другой стороны, если я буду почаще выкладывать, то может вам, ну, не то что поднадоест, но немножечко будет неинтересно, что ли, когда немножечко растягивается, ты сразу как бы, блин, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, когда дожидаешься, смотришь, о, круто, я ещё хочу. Ага, так, надо подождать три дня, пять дней, так, ага, хорошо, о, опять вышло, вот, и вот, вот такая изюминка имеется, я думаю, когда так происходит, намного интереснее, чем когда каждую неделю выходит, и как бы получается, это уже обыденно и неинтересно, когда выходит чуть реже, уже намного интереснее, так что, как-то так, надеюсь, я смог объяснить, но постараюсь, что выходили эти видео чуть почаще. Теперь, Елена Шокета спрашивает меня, и, как я понял, это просто однофамильцы, это не как, не родственники, как мне написали. Первый вопрос, для чего вы в фанатском фильме про трансформеров, не знаю, знаешь ли ты или нет, Дрифт поменял цвет, в пятом фильме он был одного цвета, а в фанатском фильме он будет другого. Но, с одной стороны, как бы, а почему бы и нет, понятное дело, если у нас герои не будут меняться, то, как бы, получается, и фильм не поменяется, а когда меняются герои, там, дизайн, то и получается, с одной стороны, и фильм-то как-то меняется. Например, тот же самый Оптимус или Бамблби, они вроде бы в каждом фильме отличаются, и это прикольно, если будет, допустим, каждый герой везде одинаково выглядеть, это, честно, ну, не очень. То есть, для этого они поменяли, хотя тоже, насчет фанатского фильма, я, честно, не понимаю, как все это будет происходить, но, вот. Второй вопрос, почему Кройс Хэрис поменял Альтмо также в фанатском фильме? А он, правда, поменял, он вроде бы, как бы, как и был, так и остался, вроде бы, чуть-чуть детализация поменялась или нет, если действительно глобально изменилось, значит, я чего-то не видел. Третий вопрос, пусть фильм фанатский, но он же выйдет в кинотеатрах, дата, где его посмотреть, то есть, вот это ты хочешь узнать у меня. Да, как бы, насчет, что он выйдет в кинотеатрах или нет, я, как понял, он нигде не выйдет, он-то будет, не знаю, что ли, в интернете, потому что я, честно, я понимаю, что это фанатский фильм и так далее, но, честно, я не особо воспринимаю, ну, не то, что всерьез, я пока что не понимаю, как это все будет происходить, эти съемки, то есть, они будут такие же, как, например, восхождение для работов, как другие фильмы по Марвелу, там, не знаю, любые другие фильмы, да, так или нет. Если нет, так получается, все в нарисованном виде, это все в программах, без людей, что ли, как это будет все звучаться, честно, я ничего пока не понимаю, то есть, что-то выходит в интернет, какая-то информация появляется, кто-то где-то что-то находит, а как на самом деле будет, я пока что не понимаю. Возможно, это просто делают-делают, и в итоге вообще может и не выйдет, либо вообще в каком-то другом виде выйдет этот фильм, если это вообще можно будет назвать фильмом. Пока что, думаю, только нужно следить, но если что-то будет такое посерьезнее, то, действительно, я сниму отдельное видео, и там мы все пообсуждаем. Теперь, следующий вопрос, конечно же, от подписчика Максим Арасланов спрашивает меня, как относишься к ФНАФу? То есть, Five Nights at Freddy's, конечно же, честно, ни в одну вроде бы не играл, что-то смотрел, какие-то прохождения у Купленова, и не только, вроде прикольно, но, конечно, старые игры, я как понял, намного такие мощненские, намного, не знаю, серьезные, намного пугающие, чем современные, которые не так-то давно вышли, хотя, может быть, она тоже прикольная с какой-то стороны, но я не играл, как-то играть не хочется, не фанат, я не фанат страшилок, честно, я от страшилок подпрыгиваю с одной стороны. В прямом смысле, но кому нравится, почему бы и нет? У всех свои интересы, само собой, это, естественно, хорошо, но лично я не фанат. Я отношусь и неплохо, и нехорошо, и не идеально, просто, как бы, оно есть и есть. Дальше, Ник и Сим спрашивает меня, играешь ли в игру Rise of Kingdoms? Я вообще о такой игре, вроде бы, если не ошибаюсь, не слышал ни разу, а если слышал, что-то подобное, да около, может быть, я и видел, но не играл. Так, Сава спрашивает меня, кто твой любимый Десиптикон и Автобот? Десиптикон, наверное, Саудуэйв, как я где-то говорил в каком-то видео, потому что, правда, это необычный герой. А Автобот? Тут, конечно, Автоботов, честно, очень много имеется. И как-то, я не знаю, я так Автоботов сильно не выделял, хотя, если тоже ориентироваться по тому видео, то, может быть, там, я не помню, кто стоял на втором месте, может быть, с какой-то стороны и Optimus. Сложно ответить, потому что я как-то все выделял Десиптиконов. Теперь, меня еще спрашивает Елена Шотика снова, только тут, вау, сколько вопросиков. Так, проанализировав первый твой вопрос, то есть, наверное, ты имеешь в виду об одном кадре, где у нас люди переезжали с места съемок на другую площадочку, да, на другую локацию. То есть, ну, они просто переезжали, и все, если я так правильно понял. Следующий вопрос, почему все так нечестно, почему Автоботов 5, а Террорконов 3 будет, как бы, нечестный бой, могли бы еще кого-нибудь добавить? Ну, так получается, тем более, еще может что-то кого-то добавить, тем более, Террорконы, это, как бы, ну, действительно, наверное, будут серьезными врагами, не слабыми. И что, что 5 Автоботов, а они, может, там будут свои выполнять обязанности, что, как бы, их будет не 5, а 3, потому что другие сражаться, может, не особо будут. То есть, я думаю, здесь все очень неплохо, тем более, будут, как бы, и Максималы, и Предоконы, и Десиптиконы, и, в общем, как бы, будет очень все даже, я думаю, гармоничненько, и в целом-то, честно, с какой-то стороны. У нас еще имеется несколько вопросиков, я их всех, конечно же, в кучу сложу, в одно единое, и, наверное, как-то отвечу сходу, что ли. То есть, некоторые вещи, я не знаю, я, наверное, не совсем, что ли, знал, слышал, видел. Если где-то чего-то, что-то нету, это, наверное, видимо, объяснят в фильме, либо просто вот так решили сделать такой дизайн, либо чего-то, что-то, я тут немножечко, может быть, не понял, и в итоге получается какая-то вообще, с моей стороны, непоняточка. В общем, столечко вопросов. Теперь Юлия Наливкина спрашивает меня, с какого года коллекционируешь трансформеров? Наверное, если бы сказал с 2005, я бы, наверное, сказал бы не точно, потому что я в тот момент не то, что их коллекционировал, я просто какое-то количество имел, мне какое-то количество покупали, я какое-то количество просил, и все. А чтобы так усердно, мощно коллекционировать, не знаю, может быть, с какого-то, не знаю, может быть, с 2011 года начал их собирать, с 2010, плюс-минус, когда уже так усердно начал интересоваться, покупать, может, даже с 2009. Потому что если я начал иметь немало фигурок по второму фильму, это 2009 год, 2010, наверное, с 2009. Честно, точная дата уже не скажу, не вспомню, но где-то в этом промежутке. И последний вопрос. Какая твоя любимая фигурка из трансформеров? Можно много перечислить. Тот же самый Jetfire, лидер класс из серии Studio Series. Можно, допустим, сюда добавить и Optimiza Prime, лидер класс по второму фильму 2009 года, со звуком которой можно, например, каких-то там, не знаю, и маленьких добавить. То есть много одного выделить, честно, очень сложно. Тот же и Soundwave студийный по третьему фильму, очень даже прикольный, достойный, крутой. То есть одного я, наверное, не выделю, я вот уже каких-то перечислил. Как ответ, я думаю, сгодятся. Дальше меня спрашивает Tundrik01. Так, будут ли поделки из бумаги? Это первый вопрос от тебя. Конечно же, будут, но они будут выходить намного реже, наверное, потому что, честно, я сейчас в последнее время делаю поделки намного меньше, но качественнее, круче, по, не знаю, по навороченнее что-то там, не знаю, выдумываю, придумываю. И поэтому получается, что поделки теперь стали выходить реже. Раньше я делал фигурки, какие-то там просенькие, в которых там просто нога, рука и всё. А теперь я делаю что-то пограндиознее, покруче, чтобы там детализация была, не знаю, как у настоящей машинки, что ли. Поэтому поделки будут выходить реже, но будут. Будешь делать фигурку из бумаги GTA или GTA V. То есть, наверное, ты имел в виду GTA San Andreas, либо просто вообще из вселенной GTA. Может быть, какую-нибудь фигурку я и попробую сделать для, не знаю, прикола, что ли, для интереса. Как вы оцените, не оцените. Может быть, надо будет продолжить. Может быть, и остановиться на одной фигурке. Может быть, стоит ожидать. Когда мне поможешь? Так, если не ошибаюсь, это видео уже вышло. Сейчас во времени разобраться, где кто чего, то сейчас уже видео это на канале имеется. То есть, оно только что добавилось недавно. Если по-другому размышлять, то это видео уже имеется на канале, потому что вот это видео, которое вы сейчас смотрите, оно добавится намного позже, чем то, которое уже добавилось, то есть, раньше. В общем, я сам себя запутал и вас. В общем, я уже в целом-то помог. То есть, как-то так. И теперь другой вопрос. Последний. Сделаешь из бумаги дом. У меня один дом есть. Он у меня там стоит. Я думаю, его достаточно. Куда мне еще второй дом? И тем более, для второго дома у меня 100% места не имеется. А сделать, выкинуть или разобрать, это, конечно, будет очень глупо с моей стороны. То есть, одному дома хватит. Дальше. Айдар Свифт спрашивает меня. Сколько наборов и журналов Лего будешь показывать? Такс. Насчет Лего я говорил, что я в целом-то уже обзоры на Лего делать не буду. Потому что это не особо, как я понял, посмотрел интересно на моем канале. То есть, мой канал не о конструкторе, больше о трансформерах, о каких-то разговорных видео и так далее. Поэтому Лего на канале как бы практически не будет. Но Лего будет, но в другом виде, а именно на стримах. Мы на стримах, конечно же, будем собирать все наборчики, распаковать какие-то фигурки, мини-фигурки и так далее. То есть, одним словом, Лего будет, но только на стримах. Там все будем делать. Обзоры на журналы я, с одной стороны, не против делать. Но, с другой стороны, я тоже проанализировал статистику и выяснил, что Лего журналы тоже-то не особо интересные. Ну, интересные, но не так сильно, как другое. Поэтому, получается, мы будем делать как? Журнал мы рассматривать уже, получается, на видео не будем. Вот так получается. Такая статистика. Я подстраиваюсь иногда немножко под статистику. Потому что, получается, если ты снимаешь то-то-то-то-то и выясняется, что сюда время нужно вкладывать. а сюда не совсем так получается вот куда не совсем ты тратишь зря время лучше это время потратить на что-то другое то что здесь за смотрит оценивают я думаю здесь логично и правильно и получается мы сами журнал не рассмотрим а то что там имеется какой-то мешочек это фигурка мы соберем на стримах я думаю это будет даже очень прикольно так твой родной город ага да посмотрю в описании потом ты пишешь родной город клайпеда литва если что напомню для кого-нибудь так смотрел ли когда нибудь военные лего анимации у лего crazy motion я какие-то анимации где-то когда-то давно смотрел не только военные там про апокалипсис про зомби апокалипсис так такое подобное в целом которая смотрела неправда крутые достойные прикольные со своим сюжетом со своими эффектами то есть блин смотришь и наслаждаешься четвертый вопрос а его нету опа ладно пятый почему нет четвертого вопроса ха 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 потому что есть пятый вопрос поэтому нет четвертого вопроса вот почему так шестое хочу пиццу отлично надо заказать получается и 7 нравится fnaf любая часть я уже в целом то успел ответить на этот вопрос я как бы не фанат фнафа не особо выделю какую-то часть просто как бы он есть и есть vision спрашивает меня какой трансформер твой любимый так если имеется просто вообще то получается sound wave теперь степан пожидаев спрашивает меня читал ли ты комиксы по трансформерам с одной стороны читал а с другой стороны наверное не совсем читал потому что то что я читал там вроде бы 4 комикса и все то есть это вроде бы комиксы айди даби эти комиксы лежали вместе трансформером из серии комбайнер ворс если не ошибаюсь там были фигурки сам стрекер прау айнхай мираж то есть вот с этими фигурками лежали комиксы и вот таким образом я познакомился с некоторыми комиксами с некоторыми историями и вообще понял что чего да как то то есть как то так отвечу а так в целом так комиксы я постепенно что ли чуть-чуть изучаю когда я делаю например видео вся правда трансформер то есть получается каким-то вот таким другим образом что ли их читаю изучая это вкратце захоплей спрашивает меня как думаешь если выпустили джольта как думаешь выпустят ли сайдвейса ведь ему дали хоть немного времени но больше чем джольту если так размышлять то по логике да должен и сайдвейс выйти потому что если джольт вышел там не знаю мираж вышел то значит и сайдвейс может выйти шансы есть наверное должен выйти то есть нужно просто теперь получается ждать еще вопрос от тебя как относишься к другим конторам такие как аой и мэв бмб black mamba и так далее в целом то про фирму аой я могу сказать очень даже хорошая то есть наверное я не знаю понимаю что трансформеры все делаются где там в китае там где вот такие страны где все дешево да дешево а нам продают ого-го как дорого то есть не знаю может быть то что делают для hasbro и для этой фирме аой это может быть вообще может не за образом оказаться что делают на одном заводе просто здесь пишут hasbro а тут не пишут hasbro потому что у меня есть один трансформер от фирмы аой и действительно по качеству пластмассы на ощупь и а на самом деле нет он от фирмы аой то есть может быть и так и этими словами хочу сказать что действительно фирма аой очень даже прикольно хорошая и не стоит мне разочароваться потому что правда качество хорошее не воняет трансформируется все нормально могут быть заусеницы которые надо будет немножко раз срезать и все и проблем не будет если ведь например про другие фирмы как не знаю мэс бемби black mamba и так далее может быть они тоже на таком уровне как и аой может быть даже и лучше я не пробовал не покупал не изучал не трогал не трансформировал и сказать сложно но тут если ты где-то что-то прочитал послушал у кого-то мнение то наверное стоит попробовать взять рискнуть если действительно они хороши и они немножко дешевле то может быть стоит покупать например от этих фирм они от hasbro хотя если тебе хочется купить именно от hasbro от такара томи то тогда получается чуть-чуть нужно раскошеливаться то есть как то так пожалуй я по размышляю следующий вопросик это у нас от канала удачливый егор о как канал называется не знаю что спросить но кто тебе из персонажей тачки 3 больше нравится так получается по мультику тачки 3 вопрос может быть и джексон шторм тоже такой интересный хитрый персонаж и курс рамири с какой стороны честно там она тебя в мультике полностью в центр раскрылась мы поняли какая она была до что она делала во время всего общего мультика и кем оказалось то есть гонщицы и стала тем кем и хотела то есть наверное их выделю ну и наверное в борщу то и все хотя можно было бы например выделить какие-то других персонажей там не знаю например каких-то старых гонщиков ветеранов но как-то они просто были они дополняли то есть как то так отвечу и ждешь ли ты например тачки 4 в кинотеатре пока что не особо уверен выйдут тачки 4 или нет если да то я не знаю даже какая то может быть история то есть история курс рамирис такая что ли может быть история такой сюжет про нее что-то и на этом все либо как я слышал тачки 4 не выйдет а выйдет какой-то сериал то есть это больше имеет шансов чем тачки 4 но если он выйдет я наверное посмотрю все-таки новые мультик тачки если выйдет дома как и все остальные потому что как-то это больше такую как бы как детский мультик там больше в кинотеатре будет детей это могут шуметь там не знаю еще что-то делать вытворять и лучше наверное такой мультик посмотреть уж лучше дома в тишине в общем как то так отвечу ну и конечно же предпоследние вопросики и джейн спрашивает меня будете ли брать фигурки свал берез конечно же дальше продолжу покупать там конечно выбор у нас не велик и для нашей страны сделали определенное количество но еще и пятерых четверых трансформеров хотел бы приобрести наверно в будущем куплю и в будущих обзорах вам естественно покажу дальше будете ли заказывать фигурки комбайнер wars power of праймс чтобы создавать гештальтов например руки аренхайд есть можно купить джаза грува и ход спота и получится какой-нибудь гештальт с одной стороны я был бы не против но как я помню на вал берез и особо таких-то трансформеров нету в россии возможно да но для нашей страны вал берез немножечко другой и выбор товара много меньше поэтому я так и говорю что как бы того то нету и того то то есть поймите правильно и как бы на вал берез и таких трансформеров нету в нашей стране нету и получается шансов там я практически нету но был бы не против теперь какой ваш любимый трех режим ник ух тыж то есть тут у нас чатер может тут у нас дропки кто-то у нас springer есть не шаба чатер и дропки потому что правда они ну действительно очень даже прикольно трансформировались выглядели хорошо не сами по себе такие герои интересы может быть их двоих выберу дальше конечно же четвертый вопрос это кватера приклад квадра при гунта так не так в общем какие фигурки по логисе вы бы выбрали из тех которые не показали еще вроде бы я на этот вопрос не то что отвечал а сам уже ответил в том видео где рассматривал тот вот такой список где говорили что вот выйдут вот такие трансформеры по этой серии там вроде бы выйдет у нас и нокаут вроде бы вроде бы какой-то еще герой по первому поколению то есть вот в том видео где все вот это перечитал говорил от этого хочу и этого наверное также все останется мнение не поменяется а может быть даже кто-то еще и добавится в этот списочек пожалуй как так отвечу потому что честно я сейчас уже не особо и вспомню кто там будет и кого не будет и кто там не знаю передумался и так далее да кого бы вы хотели увидеть серии лего си или кингдом но кингдом уже наверное не знал поздненько не за может быть какие-то еще герой из первого поколения например того же инферно грэпла и так далее потому что виде фигурок мы их получили а в мультике нет спасибо что арси хотя бы имелось в этом конечно же мультики могли бы конечно сюда добавить бластера с какой-то стороны то есть виде фигурки мы хоть и получили а в мультике нет вот наверное я выделю бластера а если речь идет о фигурках то тут уже не знаю может быть в кингдом кого выпустили того и выпустили а в серии legacy я не честно не знаю тут получается такая интересная серия смесь всех серий и в итоге получается новая серия и тут в целом то могут не знаю все что ли трансформеры подойти либо практически все но перечислить не знаю наверное и получится не получится но можно не за выделить допустим джетфайра какого-нибудь там не знаю может быть ультра магнуса не знаю он там вроде бы его там не было в списке но например вот таких героев тоже честно за получается нужно выделять все затем у нас тут интересно циферки пошли вместо шестерки четверка вместе семерки пятерка но ладно предпоследний вопрос от тебя будете ли брать фигурки legend класса на алиэкспрессе с алиэкспресса я в целом то ничего уже не заказываю не буду заказать то что все уже подорожало за доставку нужно платить бешеные деньги поэтому отвечу нет потому что очень дорого уже получается и последний вопрос если бы вы создавали своего гештальта каких персонажей вы бы хотели видеть его составе опачки вот этот вопросик очень даже интересно то есть мой гештальт и мои трансформеры да какие там могли бы быть но не знаю может быть ход урод с какой-то стороны том джетфаер бластера я думаю это было бы очень даже неплохое сочетание то есть мощное туловище и не знаю голова что ли да ну и руки-ноги к примеру какие-нибудь рэчет аренхайд ну и может быть какие-нибудь просто обычные солдаты которых мы как бы знаем этих героев но они не такие уж супер главные они бы там не знаю в виде руки были ноги что-то такое подобное то есть вот такой примерно был бы гештальт мой что ли да и последние вопросы от подписчика челс интернета привет я умудрился пропустить два выпуска ухтыш но практически успел задать все вопросы которые у меня были но все равно что-то придумаю как например хорошо то есть все в целом то уже успел задать но еще что то есть отлично первый вопрос про фарфоровые фигурки которые ты видишь у меня на полочках то есть понятное дело это не мои тут что могу сказать как бы какую-то историю как я понимаю хотите узнать с одной стороны они появились давно покупались давно как бы ну раньше они стояли пылились теперь они не пылиться потому что также заклеены спрятаны таким же методом как и у меня скотчем липкой ленты чтобы не появилась правда их мыть потом уже честно устали протирать от пыли поэтому взяли поставили закрыли и все нет беды конечно никакой но выдам другой секрет то есть особо про них ничего не расскажу я не специалист в этом но расскажу в то что связывает меня с ними то есть когда я не помню вроде бы даже снимал видео где там мысли вслуха с мячиком так взял сделал и в итоге там я вроде бы вот эту фарфоровую какую-то фигурку зацепил что ли ли там какую-то вазочку зацепил и они у меня немножечко побились таким образом и так вроде бы когда что-то играл или что-то их брал тоже там у них есть вот где вот эта часть платья хрупкая ты можешь даже рукой надавить и она сломается трестит и могу сказать что некоторая часть даже вот у этих которые остались там немножечко побито мною там немножечко отколото тоже мною то есть да вот такой засранец я взял немножечко их повредил немножечко задней стороны не так конечно страшно критично но в общем вот что связывает меня с ними все-таки в твоих новостях и и не упомянул хотя стоило ожидать я праву инблейд модел кит не трансформер это от flame toys как она тебе ты бы брал если была возможность так вот это конечно внезапная новость внезапный вопрос что я как-то не совсем пока что понимаю о чем идет речь речь идет я понимаю что вы не было это какой-то фильме какие-то не знаю может выполняющие штучки книжку или с одной стороны я вопрос понимаю а с другой стороны я не особо и понимаю поэтому придется каким-то образом пропустить и тут еще такой вопросик ты за такое или у нас семейный канал такс за что такое я как-то не совсем понимаю но у нас не то что семейный канал если говорить про мой канал а просто такой ну не знаю культурные дружелюбные спокойные канал где обсуждаем те или иные новости рассматриваем те или иные горки и что-то такое подобное дело то есть об этом канал но так то вот так давай удачи в общем спасибо и тебе все на этом я на все вопросы которые можно ответил конечно же на некоторые вопросы я не сумел ответить потому что я отвечал ранее либо на некоторые вопросы ответ потому что немножечко не понял как именно нужно ответить правильно чтобы вы поняли все здесь правда атмосфера здесь поменялась было поинтереснее по уютнее поприятнее вы тоже ощутили себя как будто сидеть со мной внизу рядом от у этого костра допустим я отвечаю на ваш вопрос как как будто рассказываю какую-то историю сказку и так далее надеюсь что такое получилось если хотите что такое подобное в будущих видео то пишите я буду понимать что такое нужно делать чаще и не нужно какие-то там фон и городить вешать куда-то что-то а просто всего телевизора и снимаешь разговариваешь все давайте на этом я буду заканчивать следующего вопроса спросим меня когда будут они будут в следующем месяце потому что данная рубрика выходит всего лишь раз в месяц чтобы не надоело и чтобы побольше собралось вопросов на этом пожалуй все спасибо за просмотр не забудьте подписаться на канал нажмите на лайк для поддержки а также нажмите на колокольчик чтобы поместить самые свежие видео и конечно же вы себя в новых следующих видео и в этой рубрике также но наверное не с этим скоро потому что рубрика выходит очень редко но метко все спасибо и всем пока